Срез момента. На Украине, очевидно, грядут большие дела. Что об этом думает Анфан Терибль российской политики Евгений Пригожин и как отрабатывают свой хлеб бойцы Агитпропа, нам было любопытно. Не претендуем на всеобъемлемость панорамы, но определенная мозаика текущего момента у нас сложилась. Бахмут. Бахмут и какое-то такое методичное, медленное, но все-таки продвижение Вагнера и российских войск все дальше и дальше в Бахмуте. Происходит такой тупой штурм Бахмута. Сегодняшние наши действия, конечно, вызывают зависть, потому что целыми днями объявляются новые наступления и куда-то они пропадают. Достаточно интенсивные, но опять-таки лобовые штурмы на лиманском направлении, то есть из-под Кременной на Лиман, но успехов там нет. Почему они пропадают, я знаю. Потому что нужно систему управления выстраивать руками, а не далекими указами. Вот конфликт между Минобороны, руководством генштаба российским и Пригожиным, он усугубляется. Поэтому так как у нас есть успехи, в других местах эти успехи не те, которые хотелось бы и поэтому задача простая. ЧВК Вагнер ни в коем случае не должно взять Бахмут. Бахмут сковывает очень серьезные силы. Продвижение на север есть, но это продвижение, это скорее имитация каких-то успехов, потому что стратегического значения это продвижение не имеет. У нас наступает весна и поэтому все располагает к тому, чтобы можно было на тяжелой технике кататься, начать по полям. Советник залужного американский военный Дэн Райс предрекает наступление в СУ, которое, цитата, «шокирует весь мир». Я думаю, где-то через месяц эти наступательные уже наши разведки боем, в конце концов, приведут к тому, что начнется уже мощное наступательное действие. Это середина апреля, не раньше. Ну, видимо, где-то все-таки в мае, в июне оно может начаться, скорее всего, в мае. Украинцы получили большое количество, очень большое количество натомской различной технике, подготовили резервов, уточнимся попозже, но порядка там 200 тысяч человек. Ну, просто поверьте мне, как человеку причастному к этому, да, вот, все здорово, великолепно. 200 тысяч человек резервов, что будут делать украинцы? Это, конечно, разблокирование Бахмута, возможно, удары по одним или по другим крещам, как мы говорим, окружение даже отдельных группировок, это как раз ближайшие, вот, неделя-полторы. Я допускаю, что есть какой-то план, который предполагает вот это как раз медленный уход из Бахмута. Масштабное наступление, которое готовится, оно будет не совсем ординарным, то есть, действительно, не так что-то шокирует, но удивит мировое сообщество. Значит, украинцы будут их концентрировать в различных местах, и у них будет стоять несколько задач, которые они будут, собственно говоря, достигать. Первое, контрнаступление будет. Второе, оно всех удивит. И два, оно будет, три, оно будет успешно. Где именно будет идти наступление? Похоже, все эксперты сошлись. Это юг. Предполагается, что возможно нанести один успешный удар на Мелитополь, Бердянск, Мариуполь или даже на все эти города одновременно. И прорыв ФСУ к Азовскому морю разделит российский фронт надвое. Первый удар, вероятный, который они постараются нанести, они постараются выйти на территорию Белгорода, под Белгород, для того, чтобы Белгород стал хорошей разменной картой для давления на Российскую Федерацию. Скорее всего, наступление на югу, взятие Мелитополя, выход на побережье и дистанционный разгром группировки в Крыму. Дальше, безусловно, они будут пытаться, концентрируясь в Днепре, выйти на запорожское направление и сделать также несколько ударов в районе Запорожья, для того, чтобы выйти на Бердянск, Мелитополь и Мариуполь. Тем самым блокировать Крым. Контроперация, после которой произойдет масштабное обрушение фронтов российских. Такого рода операция вынудит выйти российские войска и из Крыма в том числе. После этого, вероятнее всего, они постараются разобраться с Крымским мостом и тем самым продавить ситуацию до границ 91-го года. Для нас будет все гораздо лучше, для Кремля будет все гораздо хуже, но это будет война на добивание проигравших. У нас на сегодняшний день риторика следующая. Трусливые хохлы бегут. Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий. То есть выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова. Необходимо сдувать воздушные пузыри. Воздушные пузыри – это первое, бюрократия. Бюрократия – наш бич сегодняшний. Второе – должны быть мобилизованы все ресурсы. Третье – должна быть мобилизация населения. Мы должны выиграть или проиграть это решающее сложение с империей зла, которая возглавляет не какой-то там уже жалкий путинский режим, а китайский император, который поставил свою целью не спровергнуть западную систему. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова. Пока демилитаризация, скажем так, с точки зрения уничтожения украинской армии, она идет неплохо. Но сумеем мы ее сделать или нет – время покажет, цыплят по осени считают. Продолжение следует...